Зародившаяся более 15 лет назад традиция проводить в Ленинском районе ярмарки по продаже сельхозпродукции сохранилась и по сей день. В минувшую субботу в городе Видное, как и всегда на советском проезде, состоялась первая осенняя продажа урожая 2014 года. С какой продукции в этот раз приехали хозяйственники, вы узнаете от Людмилы Медведевой. Первая осенняя ярмарка урожая 2014 года была представлена 23 машинами с продукцией сельхозподприятий Ленинского района, Раменского, Шатурского и других близлежащих. По картофелю около 15 тонн привезли. Овощей 12,5 тонн. Я имею в виду набор свекол, морковь, капуста. Ну, где-то, наверное, 4,5 тонны мяса, говядина, свинина. Не первый год радует видновчан свежей свинины агрофирма «Сафоновская» Раменского района. Молодая свинина. Как правило, в забой идут полгодовалые свинии. Откормлены на собственных комбикормах. Сельхозпредприятия Ленинского района, совхозы 21-го съезда КПСС, Владимир Ильича и другие привезли овощи, молоко, молочную продукцию. Всё недорогое, всё хорошее, качественное. Вот стоим, второй раз стою за картошечкой. На зиму хочу взять. Огурчики, помидорчики для сосолочки. То есть очень качественно, дёшево и очень довольны, что приехали и купили. Из бюджета городского поселения мы выплачиваем почти 5 миллионов рублей ежегодно, как дотация для тех сельхозпроизводителей Ленинского района, которые участвуют в этих ярмарках. Агрокомбинаты «Московский» и «Воскресенская», отошедшие к Москве, не забывают видновчан. На ярмарке был представлен весь ассортимент производимой ими продукции. Масло сливочное больше пользуется у нас. Творог у нас хороший. Простоквашу много берут, ряженку. В общем-то, моцареллу хорошо берут. Постоянный участник ярмарок – институт садоводства, который привозит не только яблоки, груши, но и разнообразные саженцы. У нас в институте более 500 сортов пиона. Почки сажаются не выше 2-3 сантиметров, засыпаются землей в уплотненную ямку. Если заглубим пион, засыпем выше землей, то цвести пион не будет. Осенние ярмарки по продаже сельхозпродукции пройдут во всех поселениях Ленинского района. Следующее в городе Видное состоится после проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города, а именно 20 сентября. Людмила Медведева, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok